Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл впервые подобное видео на YouTube. Я живу в Турции и просто перевожу новости из открытых источников здесь, в стране, на русский язык. Вы можете узнать о том, что на самом деле беспокоит турок, что здесь обсуждается, какие настроения в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал. Подписывайтесь, там самые свежие новости Турции. Давайте пересталиваю. По поводу внешней политики. Конечно же, последние несколько дней самая активная новость на каналах и телевидении в информационном пространстве страны, но не в соцсетях, кстати, а именно на госканалах, телевидении и официальных СМИ, это, конечно же, война Израиля с Палестиной. Я хочу сейчас привести цитату заявления президента Турции на эту тему и вообще восстановить хронологию событий, реакцию на эти события, какая была изначальная, к чему мы пришли сейчас. Вообще, немножко мы уйдем в историю. Буквально месяц назад, примерно полтора месяца назад, была даже встреча с представителем Израиля у президента Радагана в Катаре, вроде бы, насколько я помню, о налаживании торговых взаимосвязей, отношений. Вообще, отношения у нас здесь всегда были трудные с Израилем. Турки по своей религиозности, но я хочу отметить не все, естественно, а религиозные турки. Ну и, в принципе, атмосфера здесь в стране, они поддерживают Палестину по религиозной принадлежности как минимум. И отношения напряженной с Израилем были всегда, вот буквально даже на моей памяти, когда были обострения вот этих конфликтов, были атаки на Палестину. Турки, в свою очередь, частенько любят организовать какие-то митинги по этому поводу, в защиту Палестины, сжигали израильские флаги, отказывались от израильского производства продуктов. Та же славутая Кока-Кола, которая выливается на улицу, стандартная вообще история. То есть это было из года в год. И несмотря на все это, в последние пару месяцев было вот это потепление взаимоотношений. Что касаемо реакции на войну, которая сейчас развязалась, она идет, конечно же, очень долгие десятилетия, но обострение этого конфликта. Изначально заявление президента в первый же день было нейтральное. Этому очень многие удивились. Естественно, я думаю, что на это повлияла встреча недавняя с представителями Израиля. А заявление было такое, что не было сказано ни о словах о терроризме. В общем, мы призываем к перемирию против гибели мирных жителей с обоих сторон. Будем прилагать усилия для переговоров, если от нас это потребуется, к нам условно придут за помощью. В общем, мы за мир во всем мире. Стандартная нейтральная оппозиция, как очень часто в геополитике принимает турецкая сторона. Но шло время, конфликт обострялся, и уже буквально к вечеру сам политический аппарат партии внутри страны четко как бы диктовали сторону, на какую нужно вставать. И в первый день конфликта в крупных городах, уже вечером в крупных городах Турции, таких как Адана, Анкара, Стамбул, насколько я помню, еще Бурса была подключена. В этих городах прошли митинги сторонников. Вообще самыми первыми митинги за Полестину начали курды. Это было еще днем. К вечеру вышли мелкие политические партии, представители разных партий. Даже Калыч Дароу, демократ Турции, выступил в итоге к вечеру. Заявление у него публичное в соцсетях было за поддержку Палестины. Митинги были тысячные, но не супермассовые, типа там вся страна за Палестину. Я бы так это не назвала. Вот здесь, находясь в стране, что я могу объяснить? Как всегда, у нас страна разделена 50 на 50. 50% религиозных людей, 50% светских. Вот эти 50%, которые религиозные, они про Палестину, за защиту. Они не отходят от своих вот этих взглядов. Политики их поддержали, образовались в эти митинги. Вторая 50% в стране держит нейтралитет, не высказываются ни за, ни против. Честно скажу, что им этот конфликт, это уже очень старая тема. И он как бы проходит мимо обычных людей. Граждан, у них слишком много своих личных проблем. Вот такое здесь к этому отношение. Либо какое-то безразличное нейтральное, либо за Палестину поддерживалось. Уже через два дня этого конфликта, официально у нас вчера буквально вечером выступил президент, с конкретными заявлениями. Он уже подкорректировал свою позицию и четко занял пропалестинские взгляды. Подтвердил свои, и вот эту позицию подтвердил. Я сейчас хочу зачитать цитату президента, что он сказал. Цитата. «Прочный мир может прийти на Ближний Восток только после окончательного решения Палестино-Израильской проблемы. На данном этапе, как мы всегда заявляли, чрезвычайно важно сохранить перспективу решения проблемы двух сторон. Создание независимого, географически интегрированного Палестинского государства, основанного на границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Является это необратимой необходимостью, которую нельзя больше откладывать. Турция никогда не колебалась говорить правду, даже если она была болезненной во времена, когда весь мир молчал». И, конечно же, этот статус расхватали на всякие составляющие, на различные абзацы. Везде это постели. Со своей стороны Израиль призывает граждан израильтян уезжать из Ближнего Востока, в том числе и Турция туда входит, потому что не считая, что страны небезопасные для израильтян, то могут быть теракты, которые были вчера буквально в Египте, когда, назовем так, религиозный фанатик застрелил двух граждан-туристов из Израиля и одного местного гида-египтянина. Но, несмотря на это, буквально со вчерашнего вечера, последние два дня, так как аэропорт в Израиле-Тель-Авиве работает, каждый практически час вылеты из Израиля в Турцию, в Стамбул в частности. Очень много пересадок туристы делают из Стамбула, летят. Кто в Азии находился, наши СНГ, различные страны, в общем, кто в азиатскую сторону, все, конечно же, летят через там очень большой поток иностранцев, туристов, не знаю, как назвать. В общем, людей это обычные туристы и иностранцы, которые там находились, или релаканты. Одно могу точно заявить, как местные жители здесь, что здесь нет каких-то супер, не знаю, музыки на улицах, марши, протестов, взглядов местного населения. Вот этого всего нагнетения, которое есть в новостях, в реальной жизни, здесь, я честно скажу, не наблюдаю. Может быть, я, конечно, живу не в том где-то месте, еще что-то. Но я вот по факту говорю на данный момент, что здесь в Стамбуле происходит на эту тему. 1 октября в прошлое воскресенье в 10 утра произошел взрыв в Анкаре возле здания МВД и парламент недалеко у нас находится. Были два террориста, которые сначала взорвали бомбу возле здания МВД, а второго террориста, которым присутствовал в итоге, уже ликвидировали на месте полицейские. Перестрелка была буквально там 15-20 минут где-то. Напомню, это было в воскресенье в 9, фактически там 40, в 10 утра, если грубо говоря. Новости первые стояли появляться в 10 утра, когда там в здании МВД и воскресенья никого в принципе не было. Парламент начинал свою работу. Да, в воскресенье они выходили с каникул. Это был первый день заседания, но это было в обед примерно в 2-3 часа дня. И да, там должен был и выступил в итоге наш президент Таип Раджаперда. По поводу террористов. Изначально они ехали с юга страны, они убили мужчину. Он был ветеринаром с целью угона его автомобиля. Они им завладели, мужчину убили, выкинули с дороги. И на этой машине вместе с взрывчаткой, оружием и всем прочим они поехали в сторону страны, в центре страны Анкары в столицу. Представляете, они проехали полстраны на угнанном автомобиле, напичканном взрывчаткой оружием. На минутку. Затем совершили попытку этого теракта. Как бы он был совершен, слава богу, никто кроме них не пострадал из обычных граждан. Пострадали были раненые полицейские, но потом были репортажи с ними, что в больнице, в общем, ничего их жизни не угрожало. Были только ранения, слава богу. Затем, в обед, в тот же день, когда все-таки парламент открылся, естественно, и выступал президент, было много речей по поводу... Сначала никто из террористических организаций не взял на себя ответственность за этот теракт. Затем террористическая партия Курдистана взяла за это ответственность. И президент объявил о том, что мы начинаем зачистку, работать с террористами, будем их уничтожать. В общем, ребята, начинаем. Всю вот эту неделю, каждый день, Турция наносила различные атаки, взрывы были, происходили уничтожения, группы террористов. 15-20 и больше человек были постоянно в СМИ, официальных отчетах, информация о том, что ликвидируют террористов на территории Турции, на территории Сирии наносились удары. Я озвучивала, что выборы все-таки у нас будут в марте, в последний день марта, в воскресенье будут выборы муниципальные в стране здесь. И, конечно же, уже начинается политическая борьба. Так как партия сейчас после выборов президентских, ведущая партия АКП, они, конечно же, планируют и мечтают забрать у демократов ведущие города. Потому что демократы сидят в самых мощных, больших городах страны, в Стамбуле, в Исмире, в самых крупных демократических направлениях здесь. И не секрет никому, что пробки в Стамбуле — это огромная проблема, которая длится годами, можно сказать, уже десятилетия фактически. Но последние лет семь — это огромная-огромная проблема. В дни и дни, в рабочие часы, там, 7-8 в 9 утра, огромные пробки людей на мостах, эстакадах, которые подходят к остановкам для того, чтобы уехать на работу различные метробусы, к долнушам и так далее, то есть общественному транспорту. И вот в этих толпах, которые были всегда-все годы в Стамбуле, начали звучать на прошлой неделе проклинания мэра Стамбула, что он во всем виноват, да сколько так можно, дальше это будет продолжаться. В общем, такой мини-протест с такими разжигателями, назовем так, в толпе. Хочется отметить, как жители здесь, что это постоянная проблема, она длится годами, ничего здесь абсолютно нового нет, но почему-то внезапно в этих толпах начали раздаваться подобного плана голоса. И я думаю, что это, конечно же, зондирование почвы, взгляды, настроения людей, оценка их, что они здесь вот в такой обстановке скажут, произнесут, какая у них будет на это реакция. Например, этих людей они могут заткнуть в этой очереди и сказать, это было так, например, всегда, или поддержат эти протестные настроения. В общем, зондирование почвы, посмотреть, что будет перед выборами, за кого они пойдут голосовать, как дальше разворачивать свою стратегию поведения и агитирования, что людям обещать, на что давить, потому что выборы местные и муниципальные, это, естественно, бытовая и хозяйственная жизнь людей здесь задействована, их потребности. Ну а вообще, жизнь в самом Стамбуле за прошедший год по официальной статистике выросла практически на 80%. На данный момент средняя стоимость жизни для семьи с двумя детьми или с одним ребенком в районе 45 тысяч лир в месяц. Таким образом, проживание в этом мегаполисе для многих граждан, у кого есть минимальная зарплата труда, она фактически невозможна. За эти деньги нельзя снять даже жилье. На данный момент минимальная зарплата в стране 11 500 турецких лир. Это мрот. Если мы берем зарплату по Стамбулу, я в отдельное видео выходила о том, как турки выживают, пройдите, пожалуйста, посмотрите. Ссылку оставлю в описании к видео об этом. Средняя зарплата сейчас по Стамбулу, не по всей стране, в районе 20 тысяч лир. 15, 20, 25. В зависимости от вида труда, работы, чем вы занимаетесь. На одного человека, на прожиточный минимум, это может хватить. На семью этого с одним работающим человеком это просто недостаточно. Так выжить будет невозможно. Конечно же, сейчас идут разговоры, что в новом триместре, в первом триместре 24 года будет индексация зарплат. Разговоры идут о том, что по зарплату будет повышать вот этот мрот еще на 30%. Но официально у нас по Тюркстату инфляцию 60% на данный момент этого года. Какие тут 30%? 60% и 30%. Соответственно, все равно, какая бы ни была переоценка этих зарплат, все равно этого будет недостаточно. Это будет какой-то минимум для выживания. Но посмотрим, что будет. Естественно, индексация проведется, потому что, честно скажу, просто на 11400 прожить не только в Стамбуле. Может быть, реально только в каких-то очень маленьких провинциальных городах. А больше, скажем, это реально в деревне сделать, когда у тебя есть огород, например, свое молоко, сливочное масло, животные какие-то, да, закрыть. Потребность самых главных, основных продуктов питания, которые не нужно покупать в магазине. У Ли вчера была открыта первая с основания республики, то есть со 100 лет, первая церковь, на строительство которой ушло 10 лет. И к этому шли фактически 100 лет. Было официальное открытие, президент, все свиты, конечно же, в СМИ это очень активно муссировалось, тема обсуждалось. Тут вводить новшества, разработали дополнение в закон об аренде жилья. И для иностранцев, и вообще для лиц, для всех, если у вас есть свое жилье, но вы хотите его сдавать в Турции посуточно, не на долгосрочное контрактное аренда годовая, а посуточно, пожалуйста, это делать можно, но ввели несколько правил. Первое. Для того, чтобы сдавать свою квартиру посуточно, если она находится в комплексе в СИТЕ, в жилом огромном доме, например, как не обязательно, что это закрытая система СИТЕ, а вообще многоквартирный любой дом, вы должны собрать подписи согласия ваших соседей, которые будут не против посуточной аренды жилья по соседству. Мне кажется, этот пункт уже невыполним. Второе правило. Если соседи будут против, то посуточную аренду жилья вам не разрешат, не одобрит госорган. Далее. Третье. Где будет посуточная аренда жилья? На этом доме будет табличка или возле этой квартиры будет оповещение для других людей, что здесь ведется посуточная аренда жилья. И, естественно, о посуточной аренде жилья, собрав все подписи, вы должны пойти в госструктуру, в госорвины и заявить о том, что вы сдаете квартиру посуточно. Вот список соседей, которые не против, все окей, типа чики-пуки мы сдаем. Все официально, естественно, платим налоги. Если хотя бы одно из этих правил не будет выполнено, штраф миллион лир. Вопросик возникает, зачем это делается? Конечно же, можно подумать, вообще очень много историй про незаконную пересдачу жилья, как это делают иностранцы, сдают свои комнаты посуточные, не платят налоги. Но больше всего здесь, конечно же, в голову, что у нас приходит. Пострадает большой, особенно в крупных городах из мира Стамбул, большой срез, есть предприниматели, которые не уплачивают налоги, а сдают свою квартиру или свое жилье, комнаты посуточно на сайте R&B. R&B. То есть в интернете через сайт регистрируются и снять квартиру в Стамбуле по этой системе очень просто. Какое дорогое здесь жилье, какие стали дорогие отели. Посуточно снять гораздо проще, особенно туристам, когда ты не на долгий срок. Вот эта борьба с посуточной арендой жилья, на мой личный взгляд, бытовой здесь. Я не утверждаю и не истинно в последней инстанции, но направлена, конечно же, на подобную сдачу посуточно своего жилья, когда ты нигде, скажем так, официально не зарегистрирован, кладешь в свой карман, не плачешь налоги. И, как правило, конечно же, соседи против этого, потому что это всегда получище каких-то людей, новый кит соседей. Мы знаем, что турки живут очень часто, особенно в таких старых домах в центре города. Все друг друга знают, живут там уже поколениями в этих домах, а не в новых новостройках, огромных муравейниках, человейниках, где друг друга не знают, там, в принципе, такая аренда будет незаметна даже. Но в крупном центре Стамбула, где есть туристы, где это очень распространена аренда, и где старые жители не хотят с этим сталкиваться, их это очень беспокоит, им не нравится и нарушается какая-то частная жизнь. Эта тема очень актуальна. В общем, у нас получается, понимаете, одним ударом, скажем так, одним законом, два зайца. То есть, первое, спокойные избиратели, которые были бы против, которым не нравится соседям, что их беспокоит посуточная аренда жилья. И второе, налоги или штрафы, которые мы можем получить, а соседи, которым не нравится посуточная аренда, с удовольствием настучат на своего соседа, тот заплатит штраф в миллион лир. И, собственно, вся эта история, конечно же, тут же прекратится. Даже не сколько сбор будет этих денег, налогов или штрафов, скорее всего, там будет система, потому что миллион лир – это нереальная сумма, очень большая. Скорее всего, будет всегда делываться предписанием, досудебным разбирательством. Миллион, скорее всего, платить не будет. Он просто скажет, что я как-то все заканчиваю. У нас очень много здесь законов по предупреждению. То есть, условно, раз тебя поймали, если второй раз, то вот этот миллион и заплачешь. Скорее всего, что-то будет наподобие этого. Вот такие новости Турции на данный момент и сегодня. Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте свои вопросы, рассказывайте свое мнение, но при этом не забывайте уважать людей вокруг вас, в том числе и в комментариях. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Подписывайтесь. Скоро с вами увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok